Руссо туристу, облико морали, Эйнштейн, привет всем, с вами два копа и это Кузя и Донат Гонзалес, правильно и сегодня мы приехали на такой коротенький коп, непланированный можно сказать, быстро собрались, быстро приехали и приехали покопать, поискать, походить по лесным дорожкам возле вот этого замечательного озера, озеро называется Дришкино, такое странное название, если я не ошибаюсь, здесь когда-то раньше добывали торф, озеро Торфиноя, вода летом просто замечательная, чистое очень озеро, сегодня вот сейчас весна, потоп подтопило, тут вообще пляжи классные, супер и озеро, конечно пробок здесь будет с моря, опять ни на что не надеемся особо, вот, ну так погуляем, походим, погуляем, походим, комаров покормим, мы вам что-нибудь покажем, так что смотрите и оставайтесь с нами, погнали! Дришкино, или зеркальное озеро, находится посреди леса, теплое летом, чистое, с обустроенным берегом для палаток и культурного отдыха, обозначено на картах Лифлянской губернии, так что не такое уж и молодое. Пока я копался в настройках металлоискателя, Кузя ринулся в бой. Ну вот мы ходим возле этого замечательного лесного озера, очень красивое место, и, ну, естественно, много пробок, естественно, Кузя там все слова вспоминает некрасивые разные, копает пробки. А я пришел сюда, здесь постоянка побольше, естественно, здесь тоже мусора много, но вот сигнал, и мне в глаза бросилась вот такая вот монетка, ее даже копать не пришлось, смотрю, лежит. Вот, монетка СССР, я уже отсюда вижу, сейчас посмотрим, что это за монетка. На самом верху 2 копейки 70-го года. Вот. Вообще не ожидал, конечно. Здесь мы кроме пробок что-то найдем, но вот. Сегодня удача улыбнулась. Вот, копал, копал, докопал. Вот монетка лежит. Иди смотри. Одна копеечка. Вот, 80-го года. Чувствую, нас убираем мы здесь с СССРов. Вот такой сигнал, на этом же, можно сказать, месте. Здесь еще много сигналов. И вот монетка снова выпала. Не мог ее найти долго, несмотря на то, что она не маленькая. Вот, 3 копейки. 3 копейки 81-го года. Продолжаем искать. Ну вот, нашел еще одну монетку. Эга, тихо. Ну а что? Ну вот. Только вот вытащил. Один сантим. Один сантим. Вот такой вот. Современный, правда. 92-го года. Ну что? Ищем дальше. Ты говорил, там 3-1, да? Сейчас 3-2. Вот, товарищи, опять сигнал очередной. И вот такие вот 5 копеек. 82-го года. Ищем дальше. Сегодня день советов. Вообще не ожидали, что так много будет. Сразу, в течение 15 минут. В той же самой ямке вот накопал еще одну. Правда, уже одна копеечка. Ничего, начинаю догонять доната. 3-3. Что за копеечка-то вообще? Сейчас посмотрим. 88-й год. Мы с Кузей никак не ожидали найти такое количество монет. Поехать туда была его идеей. Лет 25 назад его отец потерял там золотое кольцо. Конечно, шансов найти один на миллион. Но дело-то не в этом. Да и чем земляной дед не шутит? Ну, вот, товарищи, опять был сигнал. Такой довольно-таки не копабельный. Обычно такие не копаю. Но 17-13-33. И попалась вот такая вот в виде такой книжечки. Такая вот застежка. Тут. Вот она так закрыта была. И открыл. Вот она так открывается. То ли для маленьких иконок, то ли для маленькой фотографии. Вот здесь какие-то остатки чего-то есть. Скорее всего, что фотография была. Какой-то глянец. Не знаю. Вот такая вот фишечка. Ищем дальше. Ну вот попадается и такая дешевая бижутерия. Расплющенная вся из-за того, что здесь дорога. Вот такая вот фигня. Ну, сигнал такой интересный. Такой непонятный. Такой еще я такого от E-Track'а не слышал. Такой даже сложно объяснить. В плане цифр. 12-25. На, вот, посмотри. Но звенит по-другому. А вот Кузя шуруп нашел. Какого-то поддона, может, машина. Так что так, копаем дальше. Одна копеечка опять. Ой. 80-го года. Дай мне емать. Что-то нападает у меня. Ну вот был сигнал. Медный сигнал. Такой хороший. И, что я думал, монета. Вот попалась вот такая вот запчасть. Непонятная. С дырочкой. И тремя такими лепестками. Я сначала думал, что это, может быть, конина. Украшение конской упряжи. Но, скорее всего, что это часть блесны. Тут, на самом деле, озеро среди рыбаков непопулярное. Мы сами здесь с Кузей пробовали ловить когда-то рыбу. Но то ли мы не узнали подход к местной рыбе, то ли ее здесь очень мало. Вода темная и, ну, особенности здесь немножко специфика другая, мне кажется, рыбалки. Поэтому здесь очень рыба. Хотя окунь, вот, вот такие вот. Пару раз ловили. Очень темные, вода темная. Эти окуни такие прям антрацитовые такие. Так что вот так вот. Ну, походим, поищем дальше. Ну, вот, был очередной сигнальчик и опять копеечка. Опять одна копеечка. У меня уже сегодня, по-моему, четвертая. Теперь 86-й год. Динка твоего года. Ну, привет. Кобейка твоего года. 86-й. Здесь Кузя обращался к своей сестре. Она живет в Англии. Так что привет Туманному Альбиону и его зрителям. Вот, товарищи, снова кайф. Снова монетка. Копал, хотел уже плюнуть. И тут она прям как выскочила, как бывает в компьютерной игре про Марио. Она так прям пыу с земли. Смотрим, что это такое у нас. А это денюжка, которой больше нет в Латвии. Это 10 сантимов. Вот такие вот были у нас деньги. Вот. Здесь герб. 92-й год, скорее всего. Да, 92-й год. И отсюда уже езжу. 10 сантим. С 1 января 2014 года у нас таких денежек больше нет. У нас теперь евро-рубли. Так что так. И дела. Ищем дальше. Ну вот, не успел подняться с коленой, опять, в этой же ямке еще одна монета, как часто бывает. Вот она. Ее очень сложно заметить. Вот. Ну, наверняка опять латвийская деньга. А нет. Вот он, как бывает. Советская. Три копейки. 10 сантимов и три копейки рядом. 1985 года. С СССР. Вот как она бывает, Михалыч. Кругом красота. Обратите внимание на воду. Недаром озеро называется Зеркальным. Мы тут с Кузей уже открыли счет. Аська против Ятрака. Было 5-5. Сейчас 5-6. Вот. Мунетка. Думал, что фольга, потому что бубня-то не одинаковая, это, скорее всего, одна копейка. Ну, скорее всего, это и есть одна копейка. Вот она. Одна копеечка. А год у нас 73-й. Вот. Ну вот, и я тоже выгопал очередную монетку. Еще даже не посмотрел. Походу, три копейки. 70-го года, да. Вот такая вот монеточка. Плохо видно, наверное. Вот такая. 66, Доня? Три. 70-го года. 70-го. А я, впрочем, не хотел копать этот сигнал. Мне казалось, что опять будет пробка. Если цветной, надо копать. И опять сегодня у нас копеечки СССР в топе. И опять вот сигнал. Копеечка 86-го года. Такая убитенькая. Ну, может почистить, будет видно. 86-го, да. Ищем дальше. Еще есть немножко время. Ну, вот такой вот. Не знаю. Простой или серебряный, без понятия. Ну, как-то вот так вот. Ну, я говорю, такого сигнала я еще мне не было. Как тройной такой. Такой непонятный. Да, тихо ты сейчас. Да, вот его тут и потеряли, потому что вот он. Колечко открыто. Феребро? Я не знаю, пробы нету. Ни на кантике, нигде. Может, и не феребро. Ну, вот, товарищи, и снова сигнал. И снова монетка почти рядом с Кузей. Кузя идет по той стороне дороги от озера. Вот вы видите, мы идем в сторону леса. Это старая дорога. А я иду по правой стороне. И вот у меня сигнал. Вот. И монетка. Опять совдеп. 15 копеек. Кузя гильзы выкопал. 15 копеек. А год у нас... Вот 15 еще тоже не находил. 81 года. Такая маленькая, Кузя. А номинал 15. Какого года? 81. А, ну это уже не та, которая у меня бывает. Вот в квадратике такая. Нет, в таком квадратике это старый. Это 60-х, по-моему, или 50-х. Мы продолжали копать. Хотя лучше здесь, наверное, сказать, продолжали отдыхать. Потому что весна дышала. Птицы пели, озеро, лес, воздух. Все было просто супер. Ну вот, товарищи, мы сегодня с Кузькой решили закончить наш коп. Копали всего, наверное, часа... Сколько? Два, наверное? Больше. Ну, может, чуть больше, чем два часа. Приехали уже поздно. В четыре часа уже темнеть начало. Ну, мы в пять приехали. Или в пять даже. Сейчас уже сколько у нас? Часов восемь. Часов восемь, наверное, ну вот. Уже темнеет, поэтому мы на сегодня решили закончить. И Кузя рассказывает, что нашел. Сегодня он чермет не копал. Чермет сегодня не было, да. Сегодня хоть он монет накопал немного. Почти, что все маленькие вот такие вот. Однокопеечные, хоть что-то три штучки. Одна трехкопеечная советская. И вот один сантимчик. Наши старые деньги, да. Ну, вот пули от мелкашки выкопал. И вот такую вот непонятную... Не знаю, что это такое. Кулончик, подвеска. Без понятия. Скорее всего, что кулончик какой-то. Ну вот, у меня вот сегодня столько. Теперь моя очередь показывать, Кузя. Так. Значит, как я уже показывал, это вот от блесны, скорее всего. Вряд ли это конина возле озера тут. Скорее всего, какая-то запчасть от блесны. Вот такая вот книжка-раскладушка. Что там было, фиг поймешь. А может, Библия какая внутри маленькая? Может, книжечка какая маленькая была. Вначе моду было, по-моему, не знаю. Вот такая вот бижутерия. Дешевая. С одним камнем еще внутри. Вот. Копейки. Копейка раз 86-го года, 73-го, 75-го, 2 копейки 70-го, 3 копейки 85-го, 3 копейки 80-го, наверное, 1-го. Плохо вижу. Так, дальше у нас 5 копеек 82-го, 15 копеек 82-го или 81-го, 81-го и 10 сантимов 92-го года. Так что, сегодня нам просто сказочно повезло на Савдеп. Да. Такие вот дела. Так что, я думаю, что можно сюда потом приехать еще походить. Обязательно приедем еще, лесных дорог много. Так что, ставьте лайки, подписывайтесь, всем удачи. Пока. И 2 копа будут все время с вами. Пока. Чао. Давайте. Пока. Пока.